Привет! В одном из последних видео мы узнали, что электричество – это движение свободных электронов в определенном направлении. Напряжение – это то, что толкает свободные электроны по цепи. В отсутствии напряжения свободные электроны перемещаются случайным образом. Стоит нам приложить напряжение, все свободные электроны начнут двигаться в одном направлении. Это явление мы можем сравнить с давлением в водопроводной трубе. Допустим, у нас есть резервуар, полностью заполненный водой. При этом масса воды создаст огромное давление на конце трубы. Также у нас имеется резервуар, который заполнен лишь частично. В этом случае давление будет намного меньше. Когда мы откроем краны, то из бака высокого давления будет вытекать больше воды с большей скоростью, чем из бака низкого давления. То же самое и с напряжением. Чем больше у нас напряжение, тем больше тока может протекать, но напряжение может существовать и без тока. Обычно мы можем измерить давление в трубе даже с закрытым клапаном. На самом деле мы измеряем разницу давления между тем, что находится внутри трубы, и давлением снаружи. То же самое будет и с батарейкой, подключенной к цепи. Даже с разумкнутым выключателем на участке цепи присутствует напряжение, и мы можем его измерить. Как только переключатель замыкается, напряжение начнет толкать свободные электроны по цепи. Иногда мы можем услышать вместо напряжения разность потенциалов. Но что же это значит? Разность потенциалов. Возвращаясь к нашей аналогии с водой, если у нас есть два озера на одном уровне, то возможности совершать работу нет. Но если мы приподнимем одно озеро, то у него появится потенциал стекать вниз ко второму. Достаточно лишь проложить ему путь. Поместив на его пути турбину, мы можем перерабатывать механическую энергию в свет. Подключив кусочек провода к обеим клеммам батареи, мы заметим, что давление батареи заставит электроны течь в одном направлении, по одному и тому же пути. Разместив лампу на пути их следования, мы получим свет. Если мы подключим две батареи параллельно, количество электронов и энергии вырастет двое. Напряжение суммируется, так мы получим 3 вольта. Чем больше вольт, тем больше электронов мы можем пропустить по проводнику. При этом лампа станет светить ярче. Однако, если мы поместим батареи параллельно, то пути электронов разделятся. Часть будет поступать на первую батарею, а часть на вторую. Обе батареи будут обеспечивать одинаковым количеством энергии. Поэтому напряжение не суммируется и остается в районе полтора вольта. Таким образом, нагрузка распределяется между двумя батареями. При этом, лампа проработает дольше, но будет светиться тусклее. Мы измеряем напряжение в вольтах и используем для обозначения букву В. Если вы посмотрите на бирку любого электроприбора у вас дома, то увидите число рядом с заглавной буквой В. Это рабочее напряжение, на которое рассчитан прибор. Термин вольт происходит от итальянского физика по имени Александр Вольт. Он изобрел гальваническую батарею, которая могла обеспечивать электрический ток. Напряжение и вольт – это разные понятия. Напряжение – это давление. А вольт – лишь единицы, в которых мы его измеряем. Как мы видели ранее, напряжение можно измерить с помощью мультиметра. Для этого нам необходимо подключиться к участку цепи. Итак, при замере батарейки мы получим 1,5 В. Точно так же, как и на лампе. Аккумулятор подает на лампу 1,5 В, а лампа использует 1,5 В для производства света и тепла. При последовательном соединении двух лампочек мы получим 1,5 В на аккумуляторе, 1,5 В на двух лампочках вместе взятых и по 0,75 В на каждой из лампочек. Сейчас лампочка светит тусклее, потому что напряжение было разделено между двумя лампами. Мы рассмотрим это в более подробном видео про последовательное и параллельное соединение. Что означает 1 В? 1 В требуется, чтобы прогнать 1 кулон, или примерно такое количество электронов, через сопротивление в 1 Ом за 1 секунду. Если это сбивает с толку, то есть немного другой способ объяснения. Для питания лампы 0,3 В от 1,5 В батарейки нам понадобится 1 кулон, или такое количество электронов, которые каждую секунду текут от батареи, проходя лампу, чтобы она оставалась включенной. Если мы попытаемся использовать более низкое напряжение, лампа включится, но ее яркость будет уменьшаться по мере снижения напряжения. Также с понижением напряжения будет снижаться количество электронов. Меньше электронов, меньше производимого света. Если мы возьмем две обычные батарейки, одна имеет напряжение 1,5 В, а вторая 9 В. Это источники постоянного напряжения, то есть создаваемое ими давление перемещает электроны только в одном направлении. Постоянное напряжение обычно обозначается за главной буквой В, с пунктирной линией и горизонтальной чертой над ней. Вы можете увидеть такой символ на мультиметре при замере постоянного напряжения. Если бы мы изобразили это напряжение в зависимости от времени, то получилась бы прямая линия, потому что оно постоянно и идет в одном направлении. Напряжение в наших розетках переменное. Оно перемещается как вперед, так и назад. Тут график зависимости от времени немного другой. У нас имеется синусоида, которая движется вперед. Сначала поднимается до своего положительного пика, а затем начинает падать до нуля, доходит до отрицательного пика и начинает снова расти. Такое напряжение отмечается волнистой линией над заглавной буквой В. Вы можете увидеть такой символ на мультиметре при измерении переменного напряжения. На этом все. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Если у тебя остались вопросы, то пиши их в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok